Здравствуйте, меня зовут Олег, я представляю компанию «Югирс». Сегодня с вами мы будем собирать модель башня аркбаллиста. Собирая данную модель, вы перенесёте в Средневековье. Данная модель имеет две единицы, которые могут быть как противниками, так и союзниками. И вы сами решите, кому быть. Итак, приступим к сборке. В наборе мы имеем зубочистки. Наждачную бумагу. Резинки. И набор из пяти досток. Также инструкция. В инструкции есть вкладыш создателей данной модели. И условные обозначения у нас. Первое условное обозначение «Смазать». Второе – «Обратить внимание». Третье – «Свободное движение». Соединить третье. Четвертое – «Свободное движение». Пятое обозначение «Зачистить». И шестое – «Обрезать зубочистки». Нам нужна резинка, которую мы делим пополам. И детали, которые находятся на первой доске. Они выделены темным цветом. Это деталь 1. Четыре штуки. Также нам нужно блок из деталей 2. Два. Две штучки детали нужно выдавить. И детали под номером 7. Такие есть. Также берем деталь 1. Вставляем деталь 2 под номером. И обращаем внимание на установку детали 7. Дальше берем половинку резинки. Продеваем в паз. И одеваем на наш собранный узел. Все. Взяли резиночку. И закрыли это деталью номер 1. Далее заводим резинку по кругу. Резинки должны быть здесь на одной линии с метками, которые есть с внутренней стороны. Нужно еще 2 фиксатора под номером 9. Так, выставили резинки по меткам. И зафиксировали фиксатором. Также обратите внимание на установку фиксатора. Установили. И зафиксировали. Фиксировали. Так, одна ножка у нас готова. Собираем вторую аналогично. Фиксировали. Ок. beаль. Продолжение следует... Продолжение следует... Протрем парафином, как указано в инструкции. Продолжение следует... 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 И в отверстие оставляем 23-ю деталь, в круглое отверстие. Все это фиксируем деталью 22. Продолжение следует... Таких нам нужно два узла. Продолжение следует... Дальше этих собранных два узла устанавливаем на деталь номер 12. Установку устанавливаем, как показана метка, здесь есть трехугольничек, он направлен к нам ближе и деталь устанавливаем в перевернутом виде. Теперь наш узел устанавливаем на деталь номер 10. Обращаем также внимание на расположение детали 10. 120 число должно быть перевернуто. И заводим наш узел, как показано в инструкции. На 10-й детали также имеются метки. С одной стороны треугольник, с другой кружок. Теперь устанавливаем нашу одну ножку с А2. Установили одну ножку. И устанавливаем А2 вторую ножку. Так, устанавливаем вторую ножку А2. Так, устанавливаем вторую ножку А2. Также обращаем внимание на метки, чтобы не должны метки совпадать должны. И здесь должны попасть в пазы. Здесь попали в паз. Далее устанавливаем деталь 13. Также обращаем установку. Треугольник должен быть возле треугольника. Установили. Следующее устанавливаем ножки А1. Завели, как показано в инструкции. Одну. И вторую. С противоположной стороны. Теперь установим деталь номер 14. Также обращаем внимание на метки. кружок должен быть стороны кружка точки. С противоположной стороны. А2. 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 А1. А2. 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 Этот узел мы собрали и нам нужно две петли с резинки 9 миллиметров. Две петли. У нас здесь в начале инструкции есть линеечка, по которой можно отмерить. Одна петля и вторая петля. Наши резиночки устанавливаем, как показано в инструкции. Две петли. Две петли. Готово. Приступаем к следующему шагу. Нам нужны детали 15-16 на первой доске. Мы их соединяем между собой. Также берем две детали под номером 17. Также соединяем их между собой. И обратите внимание, чтобы не было ни где перемычек, почистим где нужно. Все плотно установили на нашу оську и смазали зубья. Парафином. Устанавливаем наши шестереночки на нашу установку. Обращаем внимание также на установку шестеренок. Здесь внизу шестеренок утолщения. Его направляем вниз. Перед этим предварительно все ножки раздвинуть до крайнего положения ножки артболисты. И зафиксировать деталью номер 20. Промазать перафином. С обратной стороны зафиксировать детали 18 и 19. Устанавливаем деталь 18 и 19. Теперь сам механизм разработаем. Можно взять за лапки его туда-сюда. И теперь смотрим. Крутим нашу. Наш узел собран. Лапки или ножки раздвигаются и сдвигаются обратно. Приступаем к следующему этапу. Для этого берем деталь 27. Внутри зачистим ее от остатковой детали 20. Две зубочистки делим пополам. Устанавливаем двадцать седьмую деталь. Дальше устанавливаем деталь 25. Лишнее. Предварительно зачистим наждачной бумагой. И аккуратно наденем, чтобы не сломать деталь. постепенно установили 25. Теперь установим 24 деталь. Смотрим, чтобы нигде не осталось перемычек. Срежем лишнее. Установили 24. И зафиксируем все это деталь 26. Уже аккуратно, постепенно надеваем 26 деталь. И лишние зубочистки обрежем. Дальше наш блок устанавливаем на наши ножки. Подняли фиксаторы. И чтобы фиксаторы зафиксировали наш блок в отверстие. Все, деталь готова. Блок деталей в сборе. Оставляем ее пока в сторону. И приступаем к следующей сборке. Следующей. Для этого нам нужны детали. Вот здесь я рассказывал, что можно выбирать два вида. Здесь можно есть деталь 28. А это дракон. И на доске номер 4. Есть морда Гриффина. Вы выбираете, какая вам больше понравится. Две морды соединяем между собой зубочистками. И на второй доске две детали под номером 34. Два таких шипа. Также соединяем их. Отложим в сторону. Дальше нам нужен корпус арт-баллисты на второй доске. Под номером 29. И выдавливаем. Детали, которые находятся внутри, отложим в сторону. Зачистим сам корпус. Так. Наст ел энергию. установим шипы под номером с 30 по 35 номера так 30 номер у нас вот он 30 31 два тридцать третьих 35 32 шип и шип под номером 36 нужен также обращаем внимание на установку 32 в начале корпуса 35 он с обеих сторон одинаковый устанавливаем как показано на схеме дальше устанавливаем 36 36 деталь она длинной частью вниз устанавливаем и 2 33 детали 30 обращаем внимание на направление прорези прорези и 31 также длинным краем вверх теперь на наш корпус устанавливаем голову дракона есть и два шипа под номером 33 зачистим с обеих сторон наждачной бумагой этот узел у нас готов переходим к следующему детали под номером 38 и 39 который находится на второй доске 38 и 39 соединяем их между собой детали номер 37 здесь также нужно обратить внимание на соединение деталь 39 который идет зубчиком должна быть с правой стороны седями седьмой детали этот узел готов теперь берем две шестереночки под номером 40 и 41 они находятся на первой доске верхнем правом углу зубочистку пополам делим и также обращаем внимание на направление зубьев деталь номер 41 как показано зубья должны быть право идти направлены так лишнее обрезаем зубочистки и промажем рафином устанавливаем на нашу первую часть корпуса установили и нам нужно две петли 1 9 миллиметров петля здесь на схеме указана линеечка размером один к одному масштаб есть одна и вторая петля 23 миллиметра все есть на вторая петля большую петлю устанавливаем вперед заводим для держателей резиночки завели и за зубья детали 39 38 маленькую петлю сзади устанавливаем также прорези для резиночек есть у нас установили все этот узел на собран дальше нам нужно детали 42 43 и 48 42 43 находится в верхнем правом углу доски номер 2 42 43 детали 42 соединяем между собой как показано 43 детали 42 соединяем между собой как показано в инструкции также обращаем внимание 42 детали вниз 43 с зубчиками вверх и соединяем между собой зубочисткой с одной стороны и сорок восьмой детали со второй стороны соединили и хорошо смазали парафином внутри также смазали устанавливаем на наш корпус теперь закрываем второй частью корпуса эта деталь под номером 44 который тоже находится на второй доске добавляем деталь пятьдесят восемь который находится внутри и устанавливаем так установим чтобы все шипы попали в отверстие смажем еще сами шипы так 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 Продолжение следует... 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 и две детали 69 одеваем наши детали узел 6162 и шестеренка 59 она находится на второй доске вот посредине при установке шестеренки также обратим внимание на направление внутренних зубьев как показано на схеме зачистим где может перемычка будет записи саму шестеренку по краям смазывать ни в коем случае нельзя и теперь оденем деталь под номером 60 она находится в средине доски номер 2 также обращаем внимание на установку все наш узел собран иступаем к следующему этапу боковую часть одеваем на корпус и смотрим чтобы все зубья шестеренок вошли в зацепление как показано на схеме дальше устанавливаем деталь под номером 58 смажем ее парафином и шестеренку под номером 57 также хорошенько промажем ее парафином с обеих сторон и посмотрим чтобы не было нигде заусенец не оставалось как этот часть собрана следующая часть со дня между собой с помощью зубочисток детали номер 64 65 который находится на второй доске здесь также обратить внимание на расположение зубьев детали 65 и расположение детали 64 соединяем их между собой с помощью зубочистки соединили и зашлифуем с обеих сторон дальше будем собирать ось подъемного механизма это блок детали который был расположен на второй доске внизу это деталь под номером 71 также обратить внимание здесь один край длиннее второй короче длиннее край должен смотреть правую сторону две детали шестереночки под номером 72 две под номером 73 выдавливаем 75 и 1 76 и также шайбочка с номером 77 здесь также остается запасная еще шайбочка 77 нужно пока в сторону так соединяем все это вместе сначала одеваем шестереночки 72 на нашу ось промажем парафином Дальше с той стороны, которая короче, одеваем деталь 74 и деталь 73. С противоположной стороны только 73-ю деталь. Установили ось нашу. Длинный край ось должен быть смотреть влево. Да, и вот пропустил, не одел деталь. Сейчас мы ее установим. Это деталь под номером 46. Деталь под номером 46. Она у нас находится также на второй доске. Деталь 46. Мы ее устанавливаем, как показано в инструкции. Готово. И теперь устанавливаем нашу боковую часть. Гарбаллисты. Правую боковую. Так же, чтобы ось попала все. Установили нашу ось. Фиксируем деталями 75 с обеих сторон. И с левой стороны также устанавливаем деталь 76 и шайпочка с номером 77. Все, установили. И центральную ось фиксируем в детали номер 70. Софиксировали. Также остается еще одна запасная деталь под номером 70. И теперь нужно установить две детали под номером 98. Они также находятся на второй доске. Маленькие такие детальки, которые находятся в середине. Маленькие такие детали. И проверим теперь работоспособность подъема нашей арбаллисты. Поднимается, опускается. Эта часть готова. Дальше нам нужна деталь 87, которая находится на второй доске. Вот она здесь внизу. И деталь 85. Мы ее раньше выдавливали с корпуса. Она внутри была 85 и 86. Детали 85 и 86 зачистим с обеих сторон. 87 зачистим края торцы. И устанавливаем на наш корпус арбаллисты. Сначала устанавливаем 85. на ось детали 87. И следующая 86 деталь также установлена на ось. Да, также обратите внимание, чтобы вот этот рычажок был хвостиком. Это хвостик, кто как тому, был вверх направлен. Устанавливаем и теперь устанавливаем шестеренку 84. Посмотрим заусенцы. Зачистим саму шестеренку. Смажем ее парафином и установим. Шестеренка должна выйти в зацепление с большой шестеренкой, которые… Обратите внимание, как должна установить шестеренка. Показано все в инструкции. Переходим к следующему этапу. Следующий этап – это будем собирать привод для детали 78. Плок деталей находится внизу, в левом углу доски номер 2. Вот такая ось под номером 78. Две детали 79 и 80. Также обращаем внимание, одна деталь без гравировки, вторая с гравировкой. Соединяем их между собой. Зачистим 78 деталь. Посредине ее зачистим аккуратно. Смажем парафином. Дальше надеваем две детали под номером 81. 82 деталь. И шестеренка под номером 83. Фиксируем детали 87. Все. Зафиксировали. И теперь наш привод. Смажем шестеренку и устанавливаем на корпус. Смотрим, чтобы шестеренка также вошла в зацепление зубья. Все установили. Наш привод. Дальше нам нужна резинка в сложенном состоянии длиной 39 миллиметров. С одной стороны обрежем наши инструкции и обрежем лишнее. Теперь эту резинку заведем в корпус арбалисты. Заднюю часть, как показано на схеме. И сделаем узел. 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 Назв twist� у нас готов. Теперь эту резинку заведем в пасть дракона взлом. Так. Все. Сложили. Следующий этап. берем блок деталей которые внизу на второй доске это детали номером 49 две штуки также шипы под номером 50 и 51 вставляем эти шипы как показано на рисунке во одну 49 деталь шип 50 51 и во вторую также шип 50 и 51 дальше две детали под номером 52 им две детали под номером 54 вставляем деталь под номером 54 в деталь 52 обращаем внимание также на как должна деталь она изогнутым краем должна быть вверх и в зеркальном отражении собираем вторую деталь также изогнутый край идет вверх вот у нас есть две детали зеркального отображения устанавливаем их наши 49 детали теперь нам нужно петля 1 8 миллиметров и деталь 47 47 мы соединяем между собой две наших два наших узла не одеваем петлю резиночки с резиночки петлю также соединяем их на шипы и теперь все это фиксируем деталями 53 и 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 под номером 55 и устанавливаем их на корпус нашей арбалисты с одной стороны и со второй есть и теперь также устанавливаем наш собранный блок показано нас в инструкции здесь это есть шип вверху верхней части головы дракона этот шип надеваем наш блок отделе и на шипы также надели справа на шип и слева на шип теперь полностью насадили вот готова эта часть переходим к следующему этапу на второй доске находятся детали 88 оська и вот блок деталей здесь также есть две детали под номером 89 две детали номером 95 они нам нужны будут так вот одна деталь у нас скололась но здесь есть запасная сразу вырежем две шайбочки под номером 96 на ось от восьмую ось также обращаем внимание длинный край оси оси должен быть с левой стороны короткой справой одеваем две детали 89 но сидят одевать детали делаем также гравировочка должна быть к вам направлена делить видеть как и дальше берем деталь 92 91 и ось от восьмую также смотрим деталь 91 устанавливаем на ось от восьмую также смотрим деталь 91 с двумя шипами идет слева деталь 92 с одним шипом справа между собой соединяем их деталью 90 гвоздь это же и теперь на 90 гвоздь одеваем детали 95 под номером 95 под номером 95 и 2 как же обратить внимание на установку детали 95 готово теперь берем две детали под номером 93 и ось детали 94 деталь составляем оси 94 в одну из деталей 93 также обращаем внимание на установку детали 94 нижний край 94 нижний край 94 детали сможем парафином 1 2 и установим на наш узел на наш узел как соединяем так соединяем две детали 93 вот мы на длинный край наденем две шайбы под номером 96 и шестеренку под номером 97, которая находится на первой доске. Переноскаиваем блок из двух шестереночек. Всю одну шестеренку установили на наш блок, узел. Вторую шестеренку под номером 97 устанавливаем на корпус аркбаллисты. Устанавливаем здесь есть в задней части аркбаллисты шип, на который мы надеваем нашу шестеренку под номером 97. Установили. Теперь наш блок устанавливаем на аркбаллисты. Устанавливаем на аркбаллисты. При этом при установке обращаем внимание, как должны быть расположены детали расположения. вот они должны стоять немножко под углом к отношению корпуса аркбаллисты. Все установили и плотно прижали к корпусу все. Если нужно, немножко отжали саму шестеренку, перевернули и установили, как показано в инструкции. Все, я так думаю. Деталь у нас, механизм собран. И теперь приступаем к сборке наших снарядов. Они находятся на четвертой доске вверху. Это блок деталей с номерами 100, 101, 102, 103 и 99. Сейчас все аккуратно вырежем. Так. Сейчас все аккуратно вырежем. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Обращаем внимание на установку деталей. Деталь 102. Со второй стороны с противоположной деталь 103 и аккуратно прижимаем. Также деталь 100. Она закругленный край. И прижимаем, вставляем деталь 101. Вот у нас один снаряд получился готовый. Зачистим его, где есть. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все, наши снаряды собраны. Зачистим, где есть заусенцы. И теперь можно проверить нашу араболисту. Сейчас мы ее соединим. Сейчас мы ее соединим. Нижний участ с верхней. Так, готово. Так, наши снаряды готовы. Теперь можем проверить нашу араболисту. Устанавливаем три снаряда в кассету. Один непосредственно в араболисту. Крутим привод наш от себя. А араболист натягивается до упора. И теперь крутим к себе. Происходит выстрел. Кассету можно поднять теперь с нашими снарядами. И также повторить. Крутим, накручиваем от себя. Снаряд выпал. И к себе снаряд улетел. Все, араболиста готова. Теперь приступаем к сборке башни. Приступаем к сборке башни. Для этого нам нужна доска 3. Деталь 112, 113. Вот они здесь так замаскировались у нас. Соединяем их между собой. и зачистим края наждачной бумагой. Детали на доске 5 нужны. Деталь 121. 120, 119, 120. Также деталь 117 под номером. 118. Так, поочередно одеваем. 121. Можно ядр зачистить, убрать желтизну. Надеваем на... 121. 119. И 120. И 120. 120 деталь устанавливается также. Обратите внимание на установку. С зубьями. Вот. В левую сторону. Так. Эта деталь готова. Дальше соединяем между собой деталь 117 и 118. И надеваем шайбу 114 на пятой доске. Зашлифуем, натрем парафином и наденем 114 шайбу. Все, эта деталь также готова. Дальше берем одну из стенок под номером 105. Она находится у нас на третьей доске. Можем всю доску также зачистить, убрать немножко желтизну, придать более эстетичный вид. Это такого масляного 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 все зачистили и 105 деталь стенка здесь также деталь 150 замаскированы немножко в верхнем левом углу устанавливаем 150 детали есть и сюда же устанавливается наша одна ручка с отверстиями и так здесь мы должны решить если мы устанавливаем башню с драконом то выбираем все детали с цифрой а это 126 а 107 а 108 а если же будет с грифоном то будем выбирать детали с буквой b это 126 b 108 b так будем устанавливать с драконом на этом берем деталь под номером 108 а и 107 а деталь 109 также нужно будет 110 деталь так нашу ручку мы можем пока отложить в сторонку чтобы она нам пока не мешала и будем устанавливать наши детали просто немножко зачистим уберем желтизну так смажем шайбу под номером 111 и оденем ее на наш на 109 деталь с тремя шипами на центральный шип одеваем также обратить внимание на шипы детали 109 это два шипа длинных один короткий короткий шип идет вверх направлен будет отделе 111 одеваем сто седьмую деталь и теперь это устанавливаем на стену этот блок еще раз повторюсь коротким шипом вверх установили теперь берем 108 деталь вставляем 110 и устанавливаем также на корпус есть установили и нам нужно будет петля 8 миллиметров 1 2 3 4 5 и и и есть и одеваем эту петлю на наши рычаги отделе края не обрезал что буду мне было надеть и теперь обрежем краях резинки установили и устанавливаем нашу ручку подъемного механизма установили маленькая ручка теперь нам нужна еще резинка сложенном состоянии 50 миллиметров двойным сложенном берем по рисунку здесь продеваем через отверстие нашего рычажка завяжем узел теперь можем установить наш рычажок установлен теперь с обратной стороны нашей стеночки нам нужно установить шипы под номером 104 они находятся на четвертой доске у нас 4 доска и вот блок с шипами нам нужно два шипа устанавливаем устанавливаем с тыльной стороны стенки установили и теперь нам нужно установить шестеренки шестеренки шестеренка под номером 115 две шестеренки под номером 106 и одна шестеренка по номером 116 зачистим уберем желтизну убираем если есть заусенцы смажем все это парафином нашей шестеренкой шестеренки посмазываем и установим стрельной стороны нашей стенки как показано на в инструкции вот 115 шестеренка с гравировкой устанавливается наружу 106 шестеренка также гравировкой устанавливается наружу 106 наружу 116 гравировкой вовнутрь и 106 2 также гравировкой вовнутрь теперь этот механизм зафиксируем 122 детали которые находятся на 4 доске вот шипы ставили прижали и и можно проверить работает раскручивается дальше мы собираем герб так как у нас это будет орел то наш герб находится на пятой доске также цифра 126 и буква а выдавляем три детали под номером 123 2 детали которые находятся на третьей доске под номером 124 на ней в нижнем правом углу поочередно соединяем с помощью зубочистки между собой 123 124 детали 123 шипом вверх дальше идет 124 следующая 123 можем один край обрезать чтобы было удобнее так здесь есть и обрезали центральную зубочистку сейчас ставим еще две зубочистки нижних и теперь на три шипа наденем наш герб также внимательно обратите нужно обратить внимание на установку герба округленная часть должна смотреть вниз округленная часть должна смотреть вниз на пятой доске на пятой доске так 135 сложим сторону также зубьями вперед на 125 детали так и теперь отрежем наши зубочистки нижние как указано по рисунку вот он положим его на рисунок и обрежем лишние лишние зубочистки все и тихо теперь нам нужно также обратить внимание раздвинуть между собой все части деталей 123 124 чтобы был немножко зазор между деталями вот наш герб должен свободно ходить отложим ее в сторону дальше нам нужны детали 132 130 деталь 130 детали 132 которые находятся на 3 доске и две детали под номером 138 это на ступенечки будут также обращаем внимание на установку ступенек ступеньки устанавливаются с правой стороны на детали под номером 130 и гравировкой вверх так установили и соединяем между собой две стеночки деталь 128 и деталь 127 которые находятся на пятой доске деталь 127 также есть еще находится одна запасная деталь под номером 152 она в дальнейшем может нам пригодиться может и нет так зачистим также желтит дну немножко с 3 . . , . . . . . Зачистили, соединяем их между собой, как указано в инструкции. И сюда же устанавливаем наши ступеньки, предварительно установив их на 129-ую деталь, которая находится на третьей доске. Третья доска у нас 129-ая. Здесь еще внутри 129-ой деталь под номером 161. Так, установили наши ступеньки и устанавливаем. В центр установили ступенечки, устанавливаем наши ступеньки между стеночек. Чтобы шипы попали в отверстия. И здесь установили плотно насадили. Все, готова эта часть. Дальше нам нужна 131-ая деталь. И ступенечки 132-ая, три штучки 138-ых. 131-ая деталь находится на пятой доске. 131-ая. Здесь также обращаем внимание на установку деталей. 132-ая устанавливается там, где срез более широкий. Вверху идет. И устанавливается 132-ая, три штучки 138-ых. Сюда же устанавливаем наш герб. Установили. И этот герб устанавливаем в часть нашей башни здания. Все плотно насадили. Посмотрю, здесь у нас зубочистка немного цепляет корпус. Значит, их нужно немножко сдвинуть. Так, есть. И теперь нам нужно установить 135-ую деталь. 135-ая. Она была на пятой доске, но мы ее раньше немножко выдавились. Устанавливаем. Устанавливаем 135-ую. Установили. И здесь нужно, чтобы совпали пазы нашего герба и 135-ой детали. Все совпало. Готова деталь. Дальше берем 133-ую деталь на пятой доске. И три детали 138-ой. Их три ступенечки. Вот у нас сейчас этот блок выдавился. Также широкая часть внизу. Внизу обращаем внимание. И устанавливаем первое. Пропускаем отверстие для ступенек. Устанавливаем во второе, третье, четвертое. С левой стороны. Так, установили. Устанавливаем наше здание в нижнюю часть пролета. Устанавливаем следующую часть ступенек. Нам нужна 134-ая деталь. И дверь, которая находится также на пятой доске. И вот ступеньки под номером 137 деталь. И деталь под номером 139. Также обращаем внимание на установку. 139-ая деталь самая верхняя. Становится она с длинным шипом. И две 137-ых. Так, собрали и устанавливаем наш пролет. Это верхняя часть пролета ступенек. Так, надели. Все, деталь готова. Следующий этап. Устанавливать боковую стенку под номером 136. Которая находится на третьей доске. Здесь также смотрим аккуратно, чтобы совпали все шипы. Нижний. Нижний. Здесь. Аккуратно все одеваем. Аккуратно также вот эта вот перемычка возле генера. чтобы ее не сломать. И все. Туго. Насаживаем на свои места. Так, эта часть готова. И теперь собираем верхнюю площадку нашей башни. Для этого нам нужны детали 140 на четвертой доске. Детали 141, 142, 143. Как здесь. Как здесь. В 140 детали также имеется блок с запасными частями. это шипами. Устанавливаем. Устанавливаем. 143 с правой. Установили. И также теперь у нас два фиксатора под номером 144, которые находятся на четвертой доске. По центру. Смазываем шипы верхней части башни. и устанавливаем нашу верхнюю площадочку. Легонько так можно поставить, нажать. Так как здесь у нас одна ножка немножко ниже. Нужно подложить что-то пока для начала. Все. Верхняя площадка установлена. И теперь устанавливаем заднюю стенку. Это деталь номер 147 и 148. Которая находится на четвертой доске. 148 деталь. 147 находится на пятой доске. Важно. Автор на пятой доске. Также зачистим, уберем желтизну. Вот так вот. И устанавливаем их в наши задние стеночки. Так, установили плотно, установили на посадочное место. И вторую также. Установили. И теперь устанавливаем по бокам зубчатые механизмы под номером 145, которые находятся и 146 на пятой доске. Зачистили предварительно. Смажем парафинчиком. И установим на нашу башню гравировочкой наружу. Также можно шипы также смазать. Также плотно насадить весь. Так, эта сторона готова. И устанавливаем вторую сторону. Так, установили. Посмазываем края. Получается у нас наружная внутренняя башня собрана. Будем собирать наружные стены башни. Для этого берем деталь под номером 149, которая находится на третьей доске. И по две детали. 152 и 151. Они находятся у нас на пятой доске. 151 и 152. Устанавливаем их. Также обращаем внимание, с длинной частью 151. Первая деталь по краям идут. 152 деталь, прошу прощения. Они идут по краям с длинной частью зубчиками. А внутри у нас устанавливаем 151 деталь. Так, эта деталь собрана. Дальше устанавливаем стенку 153. Она находится также на третьей доске. Установили и устанавливаем сюда нашу внутреннюю часть башни грибом. Вот, как показано в инструкции. Установили. Так, и сначала установим стеночку, которую с подъемным механизмом мы собрали. А потом уже установим наш герб. И теперь устанавливаем наш подъемный механизм. Установили. Можем теперь... Так, одеваем. Итак, устанавливаем герб. Так как у нас был дракон, то герб у нас находится на четвертой доске. И герб 167А. Дракон. Зачистим его. Деталь номер 168. И установим нашего дракона на башню. После чего установим заднюю стенку башни. Это деталь 154. Она находится на четвертой доске. ... На четвертой доске D2С. Так, башня готова. Сейчас мы немножко поднимем и установим элементы под номером 155. Сначала вставляем передний шип, затем боковой. С противоположной стороны также. Передний и боковой. Все установили и теперь приступаем к сборке внутренней площадки со ступеньками. Для этого берем 156 деталь. Она находится на пятой доске. Шипы под номером 104. Вставляем на пятой доске. Вставляем на пятой доске. Так, саму площадочку теперь смажем, где будут установлены шестеренки. Также обращаем внимание, что гравировка должна быть с лицевой стороны. И установим шестеренки. Эта шестеренка 159. Одна и вторая 106. С номером 106. Шестеренку надеваем на шип. 159. Устанавливаем по центру. Устанавливаем центральное отверстие деталь. Номером 157. И 158 деталь. Также устанавливаем в центр нашей площадки. Устанавливаем. У нас здесь была площадка под номером 160. Все это устанавливаем на шипы. Установили. И следующее устанавливаем площадку 161 полукруглую. Закругленную. Закругленная часть должна быть с правой стороны. С правой стороны. и стоечка от отметки должны быть направлены к вам. И приступаем к установке внутренних ступеней. Это нам нужны детали 162, 163, 164. Они находятся на четвертой доске. Они находятся на четвертой доске. Ступеньки наши попали в пазы. И 164. Теперь переворачиваем площадку. Метки идут у нас с тыльной стороны. и устанавливаем дальше ступеньку под номером 165. Все ступенечки програвированы и гравировка идет вверх. 165 установили. И дальше идем по порядку. Опять 162 деталь. Ступенька под номером 162. 163. 164. И 165. С противоположной стороны уже одеваем эту 165 ступенечку. И сейчас опять начинаем со 162 ступеньки. Дальше 163. И завершающая эта ступенечка под номером 166. Также ее устанавливаем в самый верх. Все. Внутренние ступеньки у нас собраны. И теперь мы соединим нашу нижнюю площадку со всей башней. Также при установке башни нужно обратить внимание. Лицевой стороной мы устанавливаем от себя. Площадка также установлена. И закругление площадки должно быть с правой стороны. Иначе если будете поднимать башню, то ступеньки будут цепляться и башня не поднимется. Устанавливаем башню. Попадаем на все шипы. Смотрим. И также чтобы здесь шестереночка также соединилась. И аккуратно надеваем. Попадаем. Смотрим, у нас закругленная часть смотрит вправо вовнутрь. Все, теперь фиксируем нашу башню зубочистками. Берем три зубочистки, делим их пополам. Не фиксируем здесь. Все. Можно здесь обрезать. Теперь лишние зубочистки обрезаем. И проверяем нашу башню. Здесь ближний рычаг к нам опускаем вниз и накручиваем подъемным механизмом. Накрутили, дальний рычаг опустили вниз. И нашу башню заверли. Так, немножко она соедает. Сейчас мы ее разработаем немножко. Сработало. И так наша башня собрана. Итак, мы собрали нашу модель и имеем две единицы. Это арбаллиста и башня. Они могут быть как противниками. Арбаллиста может выступать против башни, вести прицельный огонь. А также арбаллиста может быть и союзником башни. Она отсоединяется, верхняя часть, от станины, можно сказать. Поднимаем саму арбаллиста и устанавливаем ее на башню. И вот так они могут работать как союзники. На этом все. До новых встреч. Всего вам доброго.